А вот это, собственно, еще один самый главный вопрос, коль скоро вы уже заговорили о дронах по Рублевке. Про дроны-то я думаю Путину доложили. Вопрос, куда они действительно летели, потому что вот я тут даже прочла, что они летели в какую-то якобы, New York Times пишет, что, по-моему, какой-то американский источник, в любом случае, что якобы в какую-то школу разведчиков. У меня два вопроса. Это первое, что вы знаете. Юль, я живу возле этой школы. Я живу возле этой школы. Расскажите. В нашем районе ни одного дрона, ну, по крайней мере, я бы сказал. Вы там профессорствуете. Разве в гнездом. Да, но они знают, что там живет профессор. Вы не преподаете в этой школе, Юрий Дмитриевич, а? Часом. Нет, это все дела давно минувших дней. Предание старины глубокой. Просто в этом районе ничего подобного. Да нет, Юлия, похоже, что это была проверка. Ну, проверка и демонстрация. Проверка способности дронов проникать через знаменитое кольцо противовоздушной обороны вокруг российской столицы. И второе, демонстрация возможностей. Обратите внимание, что хотя они могли нести там бомбовую нагрузку, цели нанести удары не было. Причем, что интересно, по крайней мере, три или четыре аппарата были подняты в границах Московской области. То есть они взлетали из Московской области. Большая часть летела с территории Украины, но несколько аппаратов с границ Московской области. Это вообще доводит на массу интересных предположений, вписывающихся вот в ту концептуальную канву, которую я вначале изложил, что есть, ну, если не группы, то сетевые структуры, ведущие свою собственную политику. И это, кстати, отнюдь не связано с ФСБ, что ФСБ тоже теряется в догадках. Кто это, что это, зачем это. Вот. И показали, что мы можем. Вот посмотрите, мы можем. Мы проникли туда, проникли сюда. Там на Ленинском проспекте, где-то там еще, ну, на Юго-Западе, вот, было их немало. Потом некоторые летали по полдня. Слушайте, ну, есть ли лучшие доказательства того, что это дырявая система защиты? А вот дроны же в Киев не проникают. Ни дроны, ни ракеты, ни авиация российская. Киев надежно защищен. Хотя, я знаю, что туда посылают тучи шахедов. Ну, пытаются, по крайней мере. А украинцы смогли. Да, можно сказать, там, это не их дроны, это чужие, ну, точнее, купленные или сделанные где-то. Но это значение не имеет. Имеет значение только эффект. И обратите внимание, аккурат после этого депутат Госдумы Затурин, верный сын партии, говорит о чем? Говорит о том, что никакие публично цели СВО не были достигнуты. И достигнуты уже не будут. И аккурат после этого, нет, это, конечно, не причина следственной связи, это совпадение. Министр просвещения Кравцов говорит, да, мы хотели внести разделы об СВО в школьные учебники истории, по которым будут учить с 1 сентября. Ну, давайте мы дождемся итогов. И вот после нашей победы эти разделы и появятся. Да, теперь узнаем, что писать. Да, а то, совершенно верно, а то пока эти учебники будут напечатаны, диспозиция территориально-административная и государственная может очень серьезно измениться. В общем, то есть эффект был. То есть вот такой морально-психологический эффект, эффект влияния не на общество. На общество, с моей точки зрения, это никак не повлияло. Общество находится в состоянии каталепсии, отчасти каталепсии, отчасти повышенной нервозности. А вот на establishment это повлияло. Та же самая Симандьян, которая предлагает, с точки зрения зет-патриотов, просто предательство. А давайте мы теперь референдум проведем вот на там каких-то территориях и типа отдадим их в зад. Ну помилуйте, куда уж дальше. Лучшие люди на глазах перевооружаются, да? Начинают колебаться. Это означает, что линия партии тоже колеблется. А что Путин-то сказал, когда услышал про эти дроны? Он порадовался тому, что он постоянно находится в бомбоубежище. Он уверен, что это попытка подходов к нему, покушения на него. Он очень боится за свою драгоценную жизнь. Потому что он уверен, вот Максима Володина, есть Путин, есть Россия, это на самом деле личное убеждение Путина. Понимаете? Володин всего-навсего предал публичности жизненное кредо российского президента. Вот есть я, есть Россия. А если меня нет, ну и зачем такая Россия вообще? Вообще зачем она? Поэтому он бережет свою жизнь и, я бы сказал, остатки своих дней.